Как должно выглядеть лето на крайнем севере? Свинцовое низкое небо, холод, замшелые камни угрюмо молчат в прибрежном песке. И ветер несется над ледяной волной, никогда не оттаивающего до конца моря, а из развлечений разве что мрачные прогулки до кормления комаров. Но уж нет, север не так прост и как всегда удивляет. В этом видео мы вместе отправимся в путешествие по морским рекам холодным и быстрым. В поисках главной рыбы севера – семги. Если вы на моем канале впервые, это моя Севериата. История жизни в доме на берегу озера в Русской Арктике. Добро пожаловать за Полярный круг! Северный круг! Раз уж это видео о туристическом сплаве, мне бы хотелось показать вам классические кадры походной романтике, с лицами, выхваченными из летней темноты и пламенем костра, и искрами, уходящими в черничное небо. Но нет, ничего не выйдет. Нет, конечно, и костер был, и лица вокруг него вполне счастливые и в меру задумчивые тоже. Вот только ближайший закат солнца на Кольском ожидается не раньше, чем через месяц. Поскольку в Арктике правит Полярный день, вы видите, который обязательно заглядывайте в это мое видео по ссылочке, ночная туристическая романтика на Кольском наполнена ярким светом солнца, что дает определенное преимущество, поскольку не ограничивает тьмой время активности, облегчает сборы и постановку лагеря и дает возможность рыбачить хоть сутки напролет, с ограничениями, о которых расскажу чуть позже. У сплава на Кольском в начале лета есть еще один неоспоримый плюс. Это отсутствие комаров. Поскольку комары созревают в стоячих или слабопроточных водоемах на поверхности воды, а подобных водоемов на полуострове не просто много, а очень много, этих мелких паразитов всегда стоит принимать в расчет, планируя любое пребывание на природе. В этом году снег лежал на Кольском до конца мая, а зима с морозами долго не сдавала позиции, поэтому с наступлением календарного лета у нас было время насладиться и теплом, и тишиной без назойливых спутников. Для тех, кто знает север, это поистине бесценное время. Кроме того, многие реки Кольского в принципе доступны для передвижения только в начале лета, прежде всего благодаря высокой воде. Геологическое строение полуострова в самой старой части Европы, а также то, что последний ледник покинул его территорию сравнительно недавно, обуславливает наличие огромного количества камней в воде, а берега рек местами выглядят так, словно это аккуратно вымощенная камнем набережная. Поэтому то, что было после весеннего паводка довольно глубоким, стремительным, но плавным речным потоком, спустя совсем немного времени превращается в белый бурлящий мелководный хаос. Воды с каждым днем становится все меньше, а камни оголяются все сильнее, и совсем скоро река становится местами непроходима даже для каяков и легких покрафтов, не говоря о лодках с мотором. Но малая вода не единственная причина недоступности некоторых кольских рек летом. Так, к примеру, на одной из самых знаменитых, Варзуге, не только рыбалка, но и любой сплав запрещен в период середины июля и до ледостава. Причина этого в том, что река Варзуга, помимо своей бесспорной красоты, еще является местом нереста семги или атлантического лосося. В одном из предыдущих видео тут рассказывала про эту удивительную рыбу, которая, рождаясь в холодной пресной воде кольских рек, живет затем в Северном море, но всегда возвращается в родную реку на нерест. Семга всегда была основной целью и кормилицей кольских поморов, и только ее здесь называют рыбой. Услышав выражение «поймал рыбину», уточнений не требуется. Все здесь понимают, о какой именно рыбине идет речь, и это всегда особое событие. Но поголовье семги в наших реках за последние 50 лет сильно сократилось, поэтому для ее спокойствия несколько лет назад был введен мораторий на нахождение в период нереста на реке не только рыбаков, но и туристов. С этой же целью, сохранение столь ценной рыбы, под страхом уголовной ответственности ловить семгу можно только по лицензии. Они недешевые и позволяют ловить строго в указанную дату и всего несколько часов, а не полные сутки. Вот почему, говоря о рыбалке на семужье речки на протяжении всего бесконечного полярного дня, стоит всегда помнить как разрешенные снасти, так и свое лицензионное время. Но рыбалка на таких мероприятиях, конечно, не самоцель, а лишь предлог, чтобы получить для себя немного времени. Того самого неповторимого времени, когда ты можешь просто ненадолго остановиться. Никуда не спешить, разве что к свежей ухе. Никого не ждать, разве что друзей со свежим уловом с того берега. Ни о чем не думать. Просто смотреть, как приветливо раскинулся светлый сосновый бор. Как оранжевые лучи солнца полуночи касаются еловых вершин. И как быстрая река убегает к морю. Она точно знает, как порой важно прекратить борьбу с превосходящей тебя силой. Не сопротивляться, а просто дать нести тебя. И следовать за течением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok